Дорогие друзья, это мобильная студия Первого медицинского канала. Мы находимся в заключительный день 18-й ассамблеи «Здоровая Москва» и продолжаем разговаривать с нашими замечательными специалистами. У нас в гостях Алексей Сергеевич Безымянный, заместитель главного института специалиста по скорой медицинской помощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ГБУ, ГБУ станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, департамент здравоохранения города Москвы. Да, можно было еще добавить врач скорой медицинской помощи. Врач скорой медицинской помощи, да, и это теперь прекрасно. Дорогие друзья, но на самом деле, учитывая то, что вы прекрасно знаете меня, вы прекрасно знаете Алексея Сергеевича, Алексей Сергеевич, все прекрасно понимают, что мы с вами знакомы миллион лет, поэтому с вашего позволения Алексей. Да. И, конечно, чтобы вы не сказали, что это точно ребята аффилированы, они все подготовили, абсолютно не подготовленное интервью, абсолютно. И абсолютно те самые вопросы, которые мучают очень многих. На самом деле, когда мы говорим про скорую медицинскую помощь, я достаточно много поездил, собственно говоря, как и вы. Хочу вам что сказать, абсолютно честно. Если вы когда-то сталкивались с emergency даже в Европе, вы должны понимать, что у нас уникальная вообще система, когда к вам приедут домой, приедут достаточно быстро, и действительно окажут помощь. Потому что, ну, хаят как только угодно, причем очень много, к сожалению, хаят огульно. Вот. Но поговорим не об этом. Есть и проблемы. Самое главное, кто приедет. Разумеется. Вы об этом и расскажете как раз. Да? То есть можно не спорить? Не надо спорить, не надо. Это бесполезно. Хорошо. Поэтому я хочу вот что услышать. Есть все-таки проблемы. Начиная с того, что вот мы с вами беседовали на предмет того, что нужен какой-то новый автопарк все-таки, да, в отношении скорой медицинской помощи. Он появляться стал. Я даже обратил внимание на то, что на стенде есть новая машина скорой помощи. Будет автопарк меняться? Будет вообще вот с точки зрения информационных технологий какой-то прорыв новый? Ну, если мы говорим про Москву, то там машины, которые сегодня представлены на стенде, это машины, которые еще 15-го числа ездила, работала на вызовах. То есть это обычные машины. Более-менее нормально оснащен парк. У нас есть разные машины. Есть Ford, есть Mercedes, есть Gazelle. Между прочим, Gazelle не самая плохая машина. Если мы говорим о территории новой Москвы, сейчас снега, например, нет, а снег выпадет где-нибудь на границе с Калужской областью. И полноприводная Gazelle окажется более проходным в плане обеспечения логистики и проезда. То есть за снегом идем туда? Да, за снегом идем туда, где его искусственно насыпали. Мы знаем, где это. Так вот, в Москве все с автопарком неплохо. Машины оснащены очень хорошо. Что касается регионов, у нас же федеральная программа. Она смотрит, я думаю, что на протяжении всей страны. Могут посмотреть во Владивостоке. В разных регионах по-разному. Я знаю, что и в разных областях есть и буханки, уазики ездят. Где-то есть и старые... Но справедливости ради, Алексей, буханки зачастую в некоторых регионах, это единственные машины, которые там действительно могут только проезжать. Я бы по-другому сказал. Единственный способ транспортировки пациентов в некоторых регионах – это вертолет. Поэтому буханка кое-где не проедет. Если мы говорим, например, о Пермском крае, если мы говорим о республике Саха-Якутия, где огромнейшая территория с несколькими часовыми поясами. Поэтому автопарк действительно каждые несколько лет он должен меняться. Как это происходит? Вопрос уже идет к станции скорой помощи региональной и к органам управления тоже региональным. В Москве все неплохо. Но тем не менее, сейчас обсуждается ряд программ, кто же все-таки это будет и на каком уровне управлять, что, возможно, это будет все-таки управление из Москвы. Посмотрим, как сложится время. С точки зрения маршрутизации, наверное, это самый основной вопрос, который больше всего беспокоит не только пациентов, но и врачей, потому что не всегда есть понимание, вот что происходит от того момента, как только пациент позвонил. Что происходит дальше? С того момента, когда пациент позвонил по номеру в Москве, это номер 103 или 112, допускается, как сегодня уже говорили, не сегодня, а пару дней назад говорили на конференции, бесшовный путь пациента, что очень важно. Бесшовный? Бесшовный, да, бесшовный. То есть с этого момента пациент запускается методология по тому или иному профилю. То есть сначала опрашивает пациента диспетчер с помощью специально утвержденного алгоритма. Этот алгоритм тестировался, определялся, определялись вопросы, исключались, дополнялись, чтобы с помощью нескольких вопросов компактно, быстро определить, необходима ли помощь пациенту или нет, и какую бригаду направить. Поэтому у диспетчера есть определенный период времени. У него есть в Москве определенная часовая стрелка, это круг, по мере того, сколько секунд проходит, он меняет свой цвет, поэтому диспетчер в темпе опрашивает пациента по этому алгоритму, задает определенные вопросы, фиксирует все данные, адрес пациента, повод к вызову, кто вызывающий, непосредственно все контакты, если, например, телефон не определился. После этого уже направляется, если в автоматическом режиме определилась, направляется бригада скорой или неотложной помощи, соответственно, вызов переходит во второй отдел, который называется на региональное направление, либо пульт, либо пост неотложной медицинской помощи. Оттуда вызов непосредственно передается уже на свободную бригаду. На свободную бригаду, причем все бригады видны. Бригады видны, виден их статус, где они находятся, какое удаление у них от вызова, вплоть до того, сколько займет по времени доезд бригады на этот вызов. Если же пациент не требует направления бригады, или вопрос более сложный, чем на первый взгляд кажется, и не впадают те алгоритмы, которые опрашивает диспетчер, то абонент переключается на врача консультативного пульта. То есть это 16 врачей скорой медицинской помощи, которые в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, работают не только с пациентами, но и с врачами. Они задают наводящие вопросы. И мало того, если, например, бригада уже направлена к пациенту, а необходима врачебная поддержка родственников или самого пациента, то тоже переключается на опытного врача. Этот опытный врач сопровождает до момента прибытия бригады пациента или родственников и в том числе помогает. Рассказывает, какие должны быть первые меры, какие должны быть действия. И в прошлом году у нас был случай, когда были витальные показания, направленные реанимационные бригады к ребенку. Абоненты переключили отца ребенка на врача-педиатра, и врач-педиатр рассказывал, как проводить непрямой массаж сердца. И в результате отцу ребенка удалось его запустить. Запустить сердце? Запустить сердце, естественно. То есть, к тому моменту, пока... То есть, он делал сердечно-лёгочную реанимацию по консультации с педиатром? Да, по консультации с врачом-педиатром. Тут бывают случаи, когда мы можем подсказать что-то, что делать. Но чаще, и что важнее, мы можем подсказать, что не делать. Потому что у родственников, у пациентов свое представление, что должно быть. Помним... Особенно учитывая то, что огромное количество... Понятно, что состояние, которое называется острый коронарный синдром, сейчас пересмотр, сейчас немножко иначе называется это состояние, но неважно. Суть одна. И вот люди действительно начинают принимать, а давайте нитратами все засыпем, аспирином обязательно. Да, ходят по соседям, одна бабка сказала, возьми мое лекарство, я знаю точно, мне помогало, и так далее. Ну, все помним, да? Излюбленная фраза Стаса Садальского, ОБС. Да, да, одна бабка сказала. Помним всю печальную историю, которая была на Урале, если не ошибаюсь, два года назад, когда случился анафилактический шок у двух друзей, и один из них решил провести трахеостомию, и взял шариковую ручку, в результате чего эти действия привели к летальному исходу. Когда опрашивали этого мужчину, он сказал, что вы что, я посмотрел Доктора Хауса, там же все так просто. На самом деле все, мы как врачи понимаем, что все не очень просто, и врачи-то не знают и сомневаются в каждом случае, а должны быть такие действия или нет. И у нас, между прочим, есть система дистанционного консилиума, когда фельдшер может позвонить по абонентскому комплекту, находясь на вызове опытному врачу скорой медицинской помощи и проконсультироваться с ним по порядку действий. Если не впадает в утвержденные алгоритмы, или диагноз, или повод, или сочетанная травма, или какие-нибудь любые другие вопросы есть, и проведение дистанционного консилиума помогает оказать помощь более эффективно. Так или иначе, все равно врач скорой помощи, он можно сравнивать, можно не сравнивать, но на Западе немножко подготовка у врача emergency, она чуть сильнее. Мы путаем немножко, у врача emergency на Западе, это врач, который работает в стационарном отделении, который оперирует пациентов, который ведет пациентов с инсультом, с ОКС, который в том числе участвует при проведении коронар-ангиографии, поэтому там другая специфика. Но не совсем, дело даже не в этом, дело все в другом. Я вот какой вопрос, собственно говоря, хочу задать. Есть достаточно непростые вещи, которые там связаны, например, с кардиологией, с электрокардиограммой, потому что не самый простой метод обследования зачастую, и не каждый доктор может вовремя именно поставить тот диагноз, и уж тем более, зачастую решение надо принимать в течение 5-10 минут максимум. Есть ли возможность проконсультироваться со старшим товарищем, переслать электрокардиограмму, вот эту консультацию получить? Ну да, это важный вопрос, спасибо, что спросили, потому что, действительно, кардиограмма, она сама по себе в разрезе, она ничего не значит, это всего лишь не пленка, всего лишь кривая. Мы говорим о комплексном подходе к пациенту, нам важно еще и опросить его, посмотреть, собрать анамнез и прочее. Если мы говорим про врачебные бригады, конечно же, основной задачей является это непрерывное образование врачебное, которое позволит врачам скорой медицинской помощи быть по интерпретации кардиограммы не уступать врачам функциональной диагностики. С этой целью ежедневно проходят занятия по электрокардиограмме, которые проводят врачи функциональной диагностики, врачи-кардиологи ежедневно, как внутри подстанции, так и внутри и оперативного отдела, и в управлении, и в учебном отделе, и в том числе на станции работает больше года портал образовательный, благодаря которому повышается уровень. Вы все прекрасно понимаете, что для врачей, которые только что отработали смену, крайне затруднительным будет приехать на какой-то обучающий очный семинар, или, если они приедут, то эффективность будет гораздо ниже для человека, который ночью не спал. И вот внедрение этого образовательного портала, где не только лекции есть, но и тестирование, и разные вебинары, они позволяют повышать уровень и держать его на высоком уровне. Но если мы говорим про в целом и другие бригады, у нас же есть не только врачебные бригады, у нас есть и фельдшерские бригады. И вот здесь помимо образовательного процесса для нас очень важно действительно вести этот дистанционный консилиум. Поэтому на станции скорой помощи есть кардиопульт, это опытные врачи, кардиологи, которые от фельдшеров принимают посредством, модным словом скажу, телемедицины, посредством цифровой связи, они принимают кардиограммы, выясняют совместно с фельдшером, какой был анамнез, что было до этого, принимал, не принимал, какое-либо назначенное лечение, срок давности, есть ли до этого пленки. Принимают в базу, интерпретируют и сравнивают с имеющимися пленками, ну условно пленками, сейчас это уже не пленками, электрокардиограммами за прошедший период. Сравнивают и дают рекомендации фельдшерской бригаде не только по интерпретации, но и в том числе по медикаментозным мероприятиям и по дальнейшей тактике, включающей в себя либо оставление актива, если нет угрозы для жизни, или нет, ОКС не подтверждается, либо о медицинской эвакуации пациентов в стационар. Поэтому эта преемственность соблюдается. Очень здорово. Я точно совершенно знаю, что в Москве это есть, потому что мы даже ушли от того, что надо растворять бляшку так называемую, потому что мы уже доезжаем, у нас огромное количество центров, когда мы применяем, делаем коронарную ангиографию и сразу делаем стентирование вот в этот золотой час буквально. В регионах немножко иначе, конечно, ситуация обстоит, хотя, несмотря на то, что центров достаточно много. Если говорить о таком моменте, как защищенность врача, вот это меня очень тревожит, потому что начиная от времени работы и труда и отдыха, потому что мы прекрасно знаем случай, например, который случился в США с медсестрой. Об этом рассказывали. Это, если я не ошибаюсь, это было… Да неважно, где это было, потому что это может случиться в Америке где угодно. Медсестра действительно допустила ошибку после того, как у нее была переработка в 2 или 3 часа. Разумеется, работодатели потом сильно за это расплатились, но это была фатальная ошибка их, потому что это стоило того, что она ввела не ту инфузию пациенту. Но ее не просто не посадили, эту медсестру, ей помогали психологи справиться, потому что понятно, что никакой нормальный врач, никакая медсестра никогда в жизни не захочет пациенту плохого. В итоге она выкарабкалась полгода, ей занимались психологи, она вернулась на работу. Если такая ситуация случится у нас, мне кажется, исход неизбежен абсолютно. Несмотря на то, что Бастрыкин не так давно сказал, что большинство случаев, которые он разбирает у медиков, медики не виноваты, кстати. Не только Бастрыкин, я читал недавно интервью «Мурашка», который тоже инициировал или рекомендовал или выступал за снижение уголовного преследования в адрес врачей. По поводу режима все-таки труда и отдыха, потому что эта работа сопряжена, во-первых, с громадным профессионализмом, она сопряжена еще все равно. Так или иначе, любой человек – это человеческая жизнь. Несмотря на то, что мы врачи, к этому привыкнуть нельзя. То есть, Олег Константин, мы уже перешли на второй вопрос. Мы перешли на первый вопрос. Как это обстоит в скорой помощи? Отвечу на первый вопрос, потому что я увидел на самом деле два вопроса. Первый вопрос – как устроена система поощрения наказаний и анализа ошибок, и что за этим следует. Действительно, на Западе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Италии, и во многих других странах при возникновении какой-либо врачебной ошибки, медицинской ошибки, будем так называть ее, с точки зрения права вступает в действие для защиты медика, во-первых, адвокатская страховка – это раз. Во-вторых, в самом медучреждении проводится анализ этой ошибки с целью недопущения на будущее. Да, проводится определенная психологическая работа с этим медиком, но проводится еще обучение других специалистов, чтобы они ее не допустили. У нас, к сожалению, немножко по-другому. У нас, безусловно, если врачебная ошибка была допущена, к сожалению, адвокатской страховки нет. У нас никакой страховки нет. Такого права нет. Будет ли преследование со стороны администрации медицинской организации либо силовых органов, наверняка будет в какой-то мере, если ошибка была допущена по вине медика. К сожалению, пока это так. Хотим мы, чтобы это изменилось. Я, как врач, хочу, чтобы это, безусловно, изменилось в нашей стране. Потому что задача не наказать, задача не допустить в дальнейшем. Теперь, что касается второго вопроса. Соблюдается ли режим труда и отдыха? На Московской скорой соблюдается. И здесь работает и трудовой кодекс, и различные законы охраны труда. У каждого есть специально проведенные оценки труда, вредность, есть определенные периоды для труда и отдыха. У всех сотрудников, какой бы он работой не занимался, и у выездного персонала, и у выездного бригада скорой помощи, и у выездного бригада неотложной помощи, и у диспетчерского своя вредность, у каждого свои перерывы на отдых. И это очень важно, чтобы в это время человек мог отдохнуть. То есть перерывов несколько в течение суток. И это регламентировано в рабочем времени, это регламентировано в программе. Человек не сможет непрерывно работать 12 часов и 24 часа. Его диспетчер будет отправлять на отдых в свободное от вызова время, безусловно. И время есть для приема пищи. Да, иногда это время выбирается, когда наименее загруженные часы, но это время человеку, врачу, медику, медсестре, фельдшеру дается. То есть за этим следят? Конечно. Ну и, Алексей, последний вопрос. Учитывая то, что вчера очень интересный был симпозиум Сергея Павловича Морозова. Как раз мы обсуждали рентгенорадиологию. Рентгенорадиологию, вообще новые направления. Очень многое сейчас появляется, что нам позволяет быстро на месте диагностировать ряд нозологий. Например, ультразвук, который сейчас мы можем подключать уже к гаджетам. Уже есть переносные МРТ. Но это пока для стационаров, разумеется. Вот в скорой помощи, что нового будет появляться, как вы считаете? Как нам поможет искусственный интеллект в каких-то вещах? И еще очень интересная разработка – это Voice Explorer, голосовое распознавание, которое нам тоже будет позволять выявлять те или иные нозологии. Хороший вопрос. Да, чтобы не останавливаться, нужно всегда бежать вперед. Сергей Павлович поддержал бы точно. Да. Он бежит каждое утро. Не только он бежит. Кто-то бежит, а кто-то по мячику ракеткой бьет, Константин. Мы все прекрасно знаем. И здесь очень важно, я могу только по московской скорой помощи сказать, потому что тот коллектив, который сейчас работает по руководствам главного врача Николая Филипповича Плавунова, профессора… Вчера получил, кстати, премию «Человек здравоохранения года». И, знаете, для нас, для меня, и, думаю, что для всего коллектива, это большая гордость и уважение. Потому что вот то, куда мы движемся, именно командой. Это много разных отделов, много людей. Это учебный отдел, который за последнее время огромное количество мероприятий сделал. Это и IT-подразделения, и отделения экстренно-консультативные. Большая команда, и много замов. И каждый член команды что-то привносит в развитие скорой помощи. И, действительно, одним из этапов, ну, это, безусловно, уже определяется, витает в воздухе, что, когда пациент обращается в колл-центр, опрос не должен быть… Вот в 2020 году, может быть, и будет, но я думаю, что к 2025, это точно, мы перейдем на эту систему, опрос с помощью искусственного интеллекта. Я уверен, что мы к этому придем. Просто скорая помощь, она не дает права на пилотные испытания, этих продуктов. У нас нет права на ошибку. Это правда. Поэтому мы должны до конца быть уверены в технологии, прежде чем ее внедрять. Но к этому, я уверен, что когда она отработается на других секторах, мы к этому придем. По поводу ультразвуковой диагностики, на станции скорой помощи используется прототивная ультразвуковая диагностика разными бригадами сосудистых хирургов. Это экстренно-консультативные бригады, которые выезжают консультировать в стационар и зачастую еще… Флотирующие тромбы, да? И проводят еще и операции. Отлично. Это врачи-урологи экстренно-консультативных бригад скорой медицинской помощи, которые могут провести ультразвуковую диагностику и на дому, и в стационаре. Потому что мы все прекрасно понимаем, что не в каждом стационаре есть урологический профиль. И эти специалисты приезжают на разные совершенно проблемы. И я уверен, что в дальнейшем и нейрохирурги, и сосудистые, и кардиологи. То есть спектр специалистов, которые будут использовать ультразвуковую диагностику, он будет расширяться. Я уверен, что и другие технологии будут внедрены на станции скорой медицинской помощи, но мы будем их озвучивать по мере их внедрения. У нас, к сожалению, подходит время. У нас у первого медицинского канала, как вы понимаете, есть стационарная студия, а есть скоропомощная студия. Вот это выездная студия, где мы находимся сегодня, собственно говоря. Алексей Сергеевич, большое спасибо. Друзья, мы с вами увидимся через некоторое время. Спасибо.